Привет, с вами Плазма 1245. Добро пожаловать на канал. Сегодня поработаем по земным целям, но не напрямую. Будем помогать наводить наших друзей в вертолетах. Так что загружаем ракеты С-8, ТСМ, ТСМ, СМ Orange. Смотри, как называются, потому что сегодня мы будем агентом Orange. Да, летим на фланкере и могли кликнуть на ссылки на дополнительные видео про неуправляемые ракеты. Ракеты ТСМ используются, чтобы маркировать цели на земле и наводить всякие вертолеты, другие самолеты и так далее. Обычно, когда работаешь на сервере, который PvE-PvP типа БК-3, ты имеешь довольно много времени полетать и посмотреть на мир, потому что вражеских самолетов довольно мало. А так можно помочь своим вертолетам. И Red Star, наша команда летает на сервере Fox3. Если вам нужен сервер в Европе или в Северной Америке, fox3ms.com. Заказывайте себе сервер и будет стабильный и быстрый. Возвращаемся к нашей миссии. Летит наш друг Никита по названию Фланкер, хотя летит на К-50, а я лично в фланке. Не важно. Вот я прилетаю, слегка его шугаю своими ЛТЦ, говорю привет и лечу в сторону цели. Наша цель – замаскированные танки и БТР, которые сидят рядом с вражеским блокпостом. Пока Фланкер подлетает, а я кручусь в воздухе, я наблюдаю эту лесополосу и поскольку есть время и высота и все ПЗРК по мне не стреляют, я могу отработать по замеченным целям. Но мне тратить свои ракеты по целям лень, потому что что-то вижу, не знаю что это такое, но я перехожу на С-8CM и пускаю цветомаркировочные ракеты. Три-четыре ракеты и уходим. Когда ракеты подлетают до земли, зажигаются оранжевые огни и теперь Никита из К-50 и, как видите, я тоже из своей кабины могу очень хорошо наблюдать примерную точку, где находится этот Абрамс, который сидит очень красиво замаскированный. Ну, он может маскироваться сколько хочешь, но когда прилетит Никита, он его даст прикурить. И вот, как видите, вот эти три файра, три флэра или маркировочные ракеты дымятся как должны. Пока я заметил еще один Страйкер, который тоже припарковался у дороги, зелененький. Его заметить можно, но если крутишься, то это можно хорошо наблюдать. Также очень можно так хорошо наблюдать всякие цели, которые отрабатывают по вашим вертолетам или по танкам, потому что они же стреляют по земным целям, а будем видеть откуда летят трассеры. Так что Никита ликвидировал танк, он горит. И начинает заход на БТР Страйкер. Еще раз посмотрим. Вон под бит Абрамс. Вот у нас Страйкер где-то примерно здесь. Отрабатываем С-8ЦМ и уходим. Поднимается оранжевый дым. Примерная точка намечена. И Никита может очень легко и быстро найти этот Страйкер. Очень часто приходится, что летаешь на своем фланкере, потому что ты не любишь в НГС летать и нефига делать. А так вот берите ракеты СМ и помогайте своим ребятам. Главное, чтобы они говорили, когда бы вам ПЗРК будут пускать. Никита дорабатывает ракетами. Без проблемы уничтожает Страйкер. И вон подрыв. Пока я делаю разворот и нахожу следующие цели. А вот пока Никита находил этот Страйкер, сейчас перемотаем чуть раньше. Я тут кружил и пока он разворачивал К-50 и искал цель, я вот нашел себе дополнительную точку, по которой можно пустить ракеты СМ. Для скрещение лесополос припаркован еще один Страйкер. Делаем разворот и отбрасываем. Так, заболел. Замаркировал еще одну цель. На другой стороне от рощи. Еще один блокпост. И вот так вот работаете спокойно, тихо и с радостью вместе со своим вертолетчиком, которому вы помогаете находить цели. Иногда бывает, что вашего вертолетчика кто-нибудь случайно подстрелит. Но как вы помните, я загрузил ракеты С-8, осколочно-фугасные, с кумулятивными головками. Так что заходим прямо на этот Страйкер и даем прикурить как следует. Goodbye, Страйкер! Такие вот дела. Надеюсь вам видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в воздухе. И заходите на БК сервера, у них там классно.